Приветствую, с вами Лилия Донскова, и в этом видео мы подробно разберем одну из важнейших тем на старте. Перед тем, как вы начнете приглашать людей в свою команду, мы разбираем, кто такая целевая аудитория, как правильно составить портрет именно в вашей целевой аудитории. Смотрите, когда вы будете прописывать свою ЦА, то нужно учитывать все, возраст, пол, что делает человека счастливым. Его социальное положение, чем занимается, какие у него проблемы, боли, страхи, мечты, желания, окружение, финансовая ситуация. Вот все это очень важно, и если все упростить, то ваша целевая аудитория – это люди, близкие вам, близкие, с которыми у вас точно есть какие-то точки соприкосновения. Например, вам 30 лет, и ей 30 лет, у вас дочка, у нее дочка, вы живете в крупном мегаполисе, она живет в крупном мегаполисе, то есть у вас должно быть много совпадений. Например, вы рисуете, она рисует, вы любите йогу, она любит йогу. То есть чем больше вы найдете общего, тем проще вам будет общаться с вашими кандидатами, и проще найти людей, когда вы четко понимаете, кто ваша целевая аудитория. И еще это очень важно для того, чтобы четко попадать в цель, а не стрелять из пушки по воробьям. Итак, давайте с вами разберем. Вы просто садитесь и пишете себя, свой портрет, возраст, свое семейное положение, дети есть или нет, сколько их, какой у них возраст, ваше образование, ваша профессия, кем вы работаете на самом деле, что вы любите, чего вы на самом деле хотите, чего вы боитесь, ваши страхи. Вот это самый большой блок, потому что, вы знаете, больше всего людей цепляют, именно когда вы пишете о страхах, когда вы пишете, как вы чего-то боялись, описываете какую-то ситуацию. И человек читает и говорит, боже, все как у меня, как у меня, один в один, и чем же дело кончилось, и какой же выход из этой ситуации она нашла, что сейчас она живет так, как хочу жить я. То есть вы прописываете сейчас все свои боли, страхи, и о чем вы чаще всего думаете. Вот это классное упражнение. Поставьте у себя на телефоне будильники или таймеры, чтобы у вас звонили каждые пять или каждые десять минут. Носите с собой листок и ручку, просто возьмите лист и ручку, карман положите или ходите прям сумочкой по дому, по квартире, или вы куда-то идете. Как только прозвонил будильник, тут же остановитесь, зафиксируйте, о чем вы думали в этот именно момент и запишите на листочек. Поверьте мне, что в течение дня окажется, что вы думаете в основном об одних и тех же проблемах, а не выплывут наружу, вы будете удивлены. Обязательно сделайте это упражнение. Далее. Нужно подумать, кто я, чем я занимаюсь, какие задачи я хочу решить в жизни, зачем я пришла в сетевой. Тоже прописывайте, заведите тетрадку, все абсолютно нужно записать. Следующее. Когда вы определили, кто ваша целевая аудитория, а аудитория у нас, основные группы вы видите сейчас на слайде, вы выбираете одну целевую аудиторию. Не пытайтесь взять две, три, четыре, или не говорите мне, что вы можете работать абсолютно со всеми, что вы универсальный солдат. Нет. Так не получится четко определить, либо это мама в декрете, либо это люди, которые студенты учатся, если вы тоже студент, вам будет с ними проще общаться. Вот поверьте, мне, взрослому человеку, неинтересно общаться со студентами. И студентам со мной тоже не так уж интересно. У нас нет общего, нам не о чем говорить. У нас разные мировоззрения, у нас разные проблемы, у нас разные хочушки. В 18 лет я мечтала о красивом белье, чтобы у меня был миллион комплектов, а когда мне стало 25, я стала мечтать о доме, о глобальных вещах. То есть у нас разные желания, понимаете? Поэтому вам нужно найти вашу целевую аудиторию и работать только с ней. Я вам прикреплю файл, в котором четко прописаны все более целевой аудитории, которые могут знать. А, еще ошибка. Если вы выберете целевую аудиторию, о которой ничего не знаете, это большая ошибка, или когда вы выбираете слишком широкий сегмент. Об этом я уже проговорила, но повторение мать учения. Итак, если вы берете аудиторию студентов, смотрите, сколько болей, сколько у них хочушек, с чего хотят студенты, хотя кажется, да господи, что им нужно? Они живут на всем готовом, их мама и папа обеспечивают, им не надо думать о работе, у них нет ипотек, кредитов. Друзья мои, у них есть огромное количество желаний и энергии, и амбиций. Посмотрите, сколько всего, по-моему, два листа, нет, целый лист для студентов. Вы дописываете свои. Даже лучше, если вы сначала пропишите все свои боли, все свои страхи, а потом подсмотрите в подсказках. Хорошо? Итак, вы получите подсказки по всем абсолютно категориям. Мы уже дошли до конца. И ваше задание, ваше задание написать, кто ваша целевая аудитория, почему вы выбрали эту целевую аудиторию. И сделайте фото, что вы написали, и отправьте своему наставнику. То есть все боли, все страхи, отправьте своему наставнику, кто вас пригласил в проект. Выполняйте задание, отчитывайтесь и переходите к следующему уроку. Удачи вам!